Приветствую вас в доме Киля Цитрусов. Итак, уже вечер, солнышко на закате, на улице у нас сегодня было тепло и хорошо, хотя холодный ветер, но в синем саду было замечательно. Много было пчел и в саду, и на улице, на тюльпанах, на всяких первоцветах. Вот пора травить клеща. Клеща у меня немного, я заметила только несколько взрослых особей, потому проведу обработку. Профилактики я не устраиваю, я не делаю каких-то частых обработок, все только по факту. Вот я увидела где-то, нашла очаг, значит я провожу обработку, это будет несколько обработок с небольшим интервалом. Обычно мне нравится препарат карамаита, но в последнее время с ним стало сложно, нужно заказывать у девочки, потом ждать. Вот я хочу попробовать другой препарат, но карамаита у меня, конечно же, есть на запас. Наш паутинный красный клещ, он очень устойчивый ко всяким препаратам и быстро возобновляется, если остаются где-то яйца под листочком, где мы не попали препаратом. Потому его популяция очень может быстро возобновляться, но частые обработки тоже не приведут к полному исчезновению клеща. Он всего лишь будет устойчивый и привыкает к препаратам, к нашим профилактикам. Мы его травим-травим в надежде, что все, он сдох раз и навсегда, а он как феникс пепла возобновляется и снова есть. Растение у меня выглядит хорошо, следов клеща ни на кого нету, есть вот только единичный случай, вот потому нужно провести обработку. То есть достаточно использовать хорошие препараты. Но я сегодня хочу попробовать другой новый препарат, называется он Миральд. Я вам его сейчас покажу. Это как бы не призыв к действию, что я вам показала, вы сбегали и купили себе такой препарат. Я хочу его попробовать, потому что с моим предыдущим препаратом как бы становятся сложности. Поэтому будем пробовать другой. Это не реклама и не призыв к действию, не расценивайте это так. Пробуйте то, что вы можете достать. Посмотрите, может быть есть у него аналог, а не обязательно есть, в вашем городе, где вы живете. Я предпочитаю вот такой карамоито, современный системный акарицит. Ну, единственное, что стало немножечко с ним проблемно и это я покупаю его уже на разлив, потому что оригинальная фасовка у него большая и очень дорогая. Но я бы ее купила бы раз себе. Но проблема в том, что он не всегда есть, не везде есть и как бы чуть-чуть с ним сложно. Потому я попробую сегодня вот такой Миральд. Вот он как бы действует на все стадии клеща и особенно на подвижные особи. Но он не системный. Вот. Расход у него 10 миллилитров на 5 литров воды. Здесь у меня бутылочка 100 миллилитров. Так что одну обработку я проведу этим вот препаратом. По консистенции это вот такая белая тягучая суспензия. То есть мне на поливилизатор нужно 20 миллилитров. По запаху он похож на какой-то медицинский препарат, который обрабатывают раны. Что-то такое очень знакомое, но не могу сейчас быстро сообразить. Он не вонючий. То есть какого-то едкого запаха у него нету. Ну такой какой-то медицинский препарат для обработки ран. Что-то такое как бы йод с чем-то там. Поскольку препарат новый, превышая дозировку я не буду. Первый раз попробую как есть по инструкции. В следующий раз возможно чуть-чуть увеличиваю. Вот так вот в масочке с капюшончиком. И пойдем травить клеща. Вот тут за кромах родины в углу на апельсине. Слава Мичурина, я его и обнаружила. Потому тщательно все обработаю. Начну обработку прям с этого уголочка. Обрабатывать буду абсолютно все-все-все растения. И кактусы, и бананы, и манго. То есть все, что есть, все будет обрабатываться. И папайя, и все очень тщательно. У меня хороший поливилизатор. Опрыскиватель этот аккумуляторный. Он хорошо распыляет. Довольно-таки экономно. Вот. И главное теперь распылить все очень тщательно, со всех сторон достать. Главное еще не упасть. Если вдруг это будет движение назад. Вот так вот все достаем. И тщательно проводим обработочку. Если у вас квартира и балкон, растения можно вынести на лестничную площадку. Можно их закрыть ванной. И этот препарат не воняет. Вот в произведенном состоянии запаха вообще какого-либо нету. И вот так вот на закате все растения будут опрысканы. Опрысканы сейчас за это с той стороны немножечко. Можно видеть, закат уже вечереет. А мы проводим профилактические обработки. Это даже не профилактическое. Это целенаправленное. Распыляет он хорошо. Растения можно достать далеко. И сразу со всех сторон получается хорошо их опрыскать. Это мой шоколадный огромный. Все растения выглядят замечательно. Нашествия еще большого не случилось. Я вовремя заметила. Но обрабатывать нужно абсолютно все растения. Потому что клещ есть на всех. Ну, в смысле, он есть разный. И для каждого растения свой клещ. И для бананов есть. И для кактусов есть. Потому обработки подвергнутся абсолютно все. Особенно нужно хорошо обработать крону больших густых растений. Везде достать, чтобы препарат распределился на все участки. Особенно на нижней стороне листа. Потому как все его яйца, все его личинки микроскопические, они находятся именно на внутренней стороне листа. А на наружной. Это, как правило, взрослые особи. В которых первый раз, как мы знакомимся с клещом, мы думаем, что это пыль. И потом эта пыль, оказывается, бегает. И при растирании она оставляет красные следы. Обычно так у всех происходит первое знакомство с клещом. Потому как он очень мелкий. Достать нужно это все места. Он очень мелкий, очень похож на пыль. Ну, лично у меня так и было. Я увидела. Думаю, что это такое. А потом оказалось, что пыль... Вот еще шоколадный, кстати, висит. Что пыль побежала. При растирании оказались такие кровавые дорожки. Ну, маленькие кровавые дорожки на листе. При изучении уже оказалось, что это красный паутинный клещ. Очень распространенный вредитель цитрусов. То есть и гирань, и бананы, и кактусы. Все-все-все будет обработано тщательно и со всех старых. Ну, вот темнисат залит есть препаратом от клеща. И суккуленты, и кактусы. Ну, естественно, все цитрусы. В общем, все-все-все. И кофе. В общем, просто весь зимний сад. Потому как клещ есть абсолютно на всех растениях. Абсолютно на всех. Ну, в смысле. Не то, чтобы он у меня сейчас был на всех растениях. Нет, растения мои выглядят хорошо. Но подвергаются нападкам клеща абсолютно все растения. Даже кактусы. Особенно если купить голландский кактус в магазине и не обратить внимания, то можно занести в свою коллекцию хорошего упитанного клеща и потом долго с ним бороться. Я лично такое наблюдала. Я купила кактусы. Они были все усыпанные клещами. Прям очень хорошо и обильно. Пришлось тащить их в ванную комнату, изолировать от всех других растений и, естественно, обрабатывать. И в такие моменты, конечно же, не до показа растений с клещами. Особенно если вот такое случается, то тут цель именно в обработке, именно в профилактике. Для того, чтобы он не распространился очень быстро. И бананы, то есть у всех растений свой клещ. Откуда он может появиться, это неизвестно. Вот там такой закат. Сейчас подойдем поближе. То есть этот препарат без едкого какого-то запаха. Можно использовать в помещениях. Главное, чтобы он оказался эффективным. Ну, я проверю потом на том апельсинчике. Вот так вот уже. Хотя я быстро же травила клеща, но быстро что там. Мне всего лишь нужно три поливизатора для обработки. Я быстренько прошлась, но уже оказался глубокий поздний вечер. Окошки у меня открыты на проветривание. Два окна здесь, одно окно внизу. И дверь открыта днем. На ночь я оставлю открытыми уже окна. Будет немного прохладно, но никто не замерзнет. Никто от прохлады не умрет, потому что я хочу уже делать пересадочку. И выносить некоторое растение, оставлять на улице. Завтра еще манго обработаю ридомилом листья. Вот. А так вот выглядит. Влажный весь. В капельку зимний сад. После профилактики. Вернее, ну, почти до клеща. Чуть-чуть только-то было. Вот так выглядит вечер у нас в домике для цитрусов. Уже такой поздний вечер. Пора покормить животин, выкупать Зару. И идти уже в дом разбирать всю переписку, которой накопилось очень много. Потому что Зара тоже со мной лазила под ногами. Там еще вот прокола есть. И, естественно, вот она, Заруня. Естественно, она тоже попала под действие препарата, который летел. Выходить она никуда не хочет. Так что пойдем, покупаем Зарушку. И будем в поиспучке в ютубе. На улице две мушмулы, а лимон юзу и апельсин. В горшке у лимона, вон, баклажка с водой и кирпичи, чтобы от ветра он не заваливался. Они тоже подверглись обработке. Следите за своими растениями. Обязательно избавляйтесь от всяких вредителей. А у нас это какие вредители? Клещ в основном, который сильно прям допекает. От него сложно избавиться. Он готов восстать, как феникс из пепла. Плюс мученистый червец и щитовка, которые могут заехать с покупкой с новыми растениями. Но щитовка мученистый червец более легкие вредители. Они визуально хорошо заметны. Их взрослых оцепей хорошо убрать вручную. Остальных потравить, ну как бы они травятся более-менее просто. А вот клещ, клещ, конечно, донимает абсолютно всех. При том, что клещу подвержены все растения абсолютно. У каждого там, возможно, свои клещи. Я как бы не вникала в их большую разновидность, но наблюдала и на кактусах покупных, на фотографиях в группе и на бананах. Ну то есть у каждого растения свой клещ. Единственное, что хорошо, есть препараты, которые борются с разными клещами. Вот карамаита мне очень нравится. Попробуем еще этот Меральд. Посмотрим. Возможно, вам нравятся какие-то другие препараты. Они тоже эффективны. Так что напишите в комментариях. И каждое утро на моем канале я вас приветствую с добрым утром. Так что можете тоже написать свое пожелание доброго утра. То есть обязательно найдите, где это вам будет видно. Как правило, это в сообщества. То есть там есть ролики, плейлисты. Вот и есть сообщество. Вот там я размещаю публикации с добрым утром. Так что присоединяйтесь на доброе утро. И если интересны фотографии, то о ней тоже там. Вот. Оставляйте комментарии. Всех обнимаю. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok